Где люди горюют, горю и ты, а где празднуют, радуйся вместе с ними. Но в боях все не так просто, ведь в ринге два бойца, один из которых побеждает, а второй проигрывает. Привет, крушащие бивни слона! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на невероятные бои с легендарными бойцами, которые отправляли или улетали в нокаут на последних секундах раунда. Грубияна как собаку нужно постоянно воспитывать. Но если это профи-боксер Майорга, это бесполезно. Скорее он перевоспитает тебя. Поединок двух топовых боксеров Шейна Мосли и Рикардо Майорги, у которых пять чемпионских титулов на двоих, вызвал небывалый ажиотаж, в большинстве благодаря выходкам Майорги на пресс-конференциях. Несмотря на то, что Майорга настоящий гангстер-беспредельщик, который пьет, курит, периодически обвиняется в изнасилованиях, участвует в уличных гонках по городу, избивает своих родственников, он ведет себя в ринге точно так же, чем и нравится зрителям. Вернее, зрителям нравится, когда его избивают. Но избить Майоргу довольно непросто, хотя Шейну это удалось. А нокаут на последней секунде 12-го раунда стал вишенкой на этом жестком торте. Гибкую Иву ветер не сломает, но если это будет дровосек Уайлдер, то может и расхерачить. Второй бой между Бермейном Стиверном и Дентеем Уайлдером проходил как боевичок из 90-х, где главный герой вспоминает, как злодей убил его семью и включает режим Терминатора. Вот только Дентею вспоминать ничего не нужно, а может мы чего-то и не знаем. Весь бой, а именно аж первый раунд, Уайлдер рубился как бессмертный робокоп, который вышел тупо забивать Стиверна, который, казалось, боялся даже ударить и просто стоял в глухой защите. Это несмотря на то, что первый бой между ними был довольно конкурентный и прошел все 12 раундов. Но в этот раз все закончилось на последних секундах первого раунда мощными кувалдами от жопы, которым не нужна цель, а главное радиус, ведь они тупо сносят все на своем пути. Генералу поверженной армии лучше не рассуждать о том, как побеждать, а диванным бойцам лучше не давать советов профессионалам. Но бывают бои, о которых хочется говорить всем, и экспертам, и любителям пельменей с пивом. В четвертом, невероятном и уже ставшим легендарным противостоянии Мэнни Пакьяо против Хуана Мануэля Маркеса, зрители стали свидетелями чего-то нереального, ведь такие бои можно увидеть раз в 10 лет. Кстати, предыдущие три боя выиграл Пакмен, при этом все судейским решением и для многих очень спорным. Поэтому с каждой встречей все ждали от Маркеса реванша и в этом бою дождались. После невероятного пятого раунда, в котором бойцы с лихвой друг друга потрепали, как бульдоги на собачьих боях, в шестом завязался жесткий обмен, победителем из которого вышел Маркес, отправив Мэнни в глубочайший нокаут на второй минуте 59 секунде встречным прямым. Данный бой журналом Ринг получил звание боя года, нокаут года, события года и раунд года. Путь в тысячу миль начинается с первого шага. Именно так думают все легенды спорта, которые начинают свой путь к вершинам. Кристи Мартин первопроходит женского бокса, которая провела 59 боев. В своем поединке с Беттани Пэйн еще раз доказала, почему она лучшая, отправив соперницу в стоячий нокаут на последней секунде первого раунда отличным боковым. Даже из умелых рук вода просачивается, а даже отличный боксер проигрывает, особенно когда встречается с лучшим. Несмотря на то, что Жервонто Дэвис впервые защищал свой титул чемпиона в поединке против Хьюго Руиса, он же считался одним из лучших в мире, и в этом бою он это подтвердил. Казалось бы, простая комбинация из трех ударов по глухой защите Хьюго на последних секундах первого раунда оказалась невероятно мощной и нокаутирующей. Как глубокие реки текут неслышно, так бывает и у бойцов, что скромные и тихие ребята оказываются настоящими монстрами в ринге. В поединке Кости Дзю против Заба Джуды в ринг зашли два монстра, которые устроили настоящий ужас, да такой, что мало кто из зрителей успел допить свое пиво. Несмотря на парочку серьезных пропущенных ударов в первом раунде, Костя собрался во втором, хоть напор от Джуды и не утихал. Он выждал момент и словил того контрпанчем в челюсть на второй минуте 59 секунде второго раунда. Заб был очень не согласен с этой победой и устроил настоящую истерику в ринге, но после боя бинты не мотают. Государства гибнут, а горы и реки остаются. Так и появляются и пропадают молодые бойцы, только лучшие живут вечно. В поединке Мэнни Пакьяо против Рики Хаттона мы увидели фильм одного актера, где все главные роли забрал себе Пакмен. В первом же раунде он дважды отправил Хаттона в тяжелые нокдауны, но тот сумел дожить до конца раунда. Хотя во втором он об этом наверняка пожалел, ведь после жестоких ударов он все-таки отправился в нокаут на последних секундах раунда после точного левого бокового. Дела всегда говорят громче слов, об этом известно каждому бойцу, но не каждый это хочет принять. Матч-реванш двух дедушек бокса Шейна Мозли и Рикардо Майорги вызвал интерес к бою больше, чем к Мэйвезеру. И совершенно не зря. Ведь в отличие от мешка с деньгами, эти мужики выходят в ринг делать настоящее шоу и готовы положить для этого свое здоровье. Но и то, что вытворяет Майорга до боя, требует отдельного внимания и вызывает не меньше интереса, чем сам бой. Его пьянки, гулянки, рассказы о том, что он может за ночь выпить ящик текилы и скурить парочку сигар, выйдя на утро в ринг и разорвав соперника, объединила против него армию хейтеров. Сам же поединок был просто невероятным. Мозли старался работать размеренно, четко попадая каждый удар, не нарываясь при этом на контратаке противника. А Майорга творил в ринге настоящее шоу, которое многие назовут вакханалией, а многие скажут, какой он красавчик. Ведь действительно, бравируя в ринге, он выдержал немало чистых и жестких попаданий в голову от Шейна, делая вид, что это ни о чем. Но все-таки на последних секундах шестого раунда, пропустив удар в печень, Майорга встал на колено и больше продолжать не смог, под свист целого стадиона. Все-таки выпитая текила дала о себе знать в такой неподходящий момент. Голодная собака палки не боится, а настоящий профи будет отстаивать свое чемпионство зубами. Поединок Кэролла Спенса против Карлоса Акампы для многих был предсказуем еще до начала, ведь разница в классе была очевидной, хотя в боксе бывает всякое. С первых секунд боя Спенс взял цель на корпус Акампы и пробив туда жесточайший удар, прекрасно понимал, что теперь достаточно тыкнуть пальцем для нокаута. В конце раунда, поджав Карлоса у канатов, Эрол выбросил два удара по корпусу, от которых Акампа скрутился в спазме, так хорошо знакомым всем, кто получал по печени, закончив этот бой на последней секунде первого раунда. Хотя мудрецы и говорят, что гнев твой враг твой, но для бойца это помощник, конечно, если он обуздан и направлен в нужное русло. В поединке Феликса Вердехо против Уилла Мадеры все наблюдали выплеск гнева от Вердехо, который в одну калитку разбивал Мадеру, от которого, конечно, ждали чего-то большего, чем просто глухую защиту у канатов. Весь этот экзорцизм закончился на последней секунде первого раунда отличным апперкотом. Разозлить бойца – это как дать буйному алкашу железный ломик, но не все это понимают, особенно соперники на пресс-конференциях. Луис Калазу в своем поединке против Виктора Ортиса, который вышел в ринг впервые после двухлетнего простоя из-за перелома челюстей, уже во втором раунде в размене отлично попал правым сбоку, отправив соперникам нокаут на последней секунде второго раунда. Как говорится, голова дракона – хвост собаки. Так и у бойцов. Бывает много бравады, а в ринге ничего, кроме синяков. В чемпионском поединке на Нита Данейры против Хорхе Арсе зрители видели не совсем понятные попытки Хорхе бравировать перед Нанита, а учитывая то, что президент постоянно получал жесткие плюхи, это было совсем неуместно. Но после этого поединка Арсе наверняка усвоил урок. Данейры три раунда четко, мощно и жестко обрабатывал соперника, парочку раз отправляя на канвас, закончив эту казнь на последней секунде третьего раунда четким боковым. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. А если вы хотите стать чемпионами по ММА, или по боксу, или муай-тай, в общем вообще не важно в чем, или лучшим в истории человечества уличным бойцом, тогда подписывайтесь на канал Грандмастера по ссылке в описании. И узрите самые секретные, смертельные, невероятные и всемогущественные техники лучших мастеров со всего мира, постигая их величие и вбирая в себя силу Чи.